Вот так, друзья, кто любит Анапу, кто ездит в Анапу отдыхать, вот так без вас здесь эти дюны уничтожаются. Здравствуйте, дорогие друзья! Это Анапа. Сегодня 12 февраля 2019 года, но, конечно, погода для февраля, для зимнего месяца абсолютно весенняя, поэтому сегодня мы вышли с Наташей на прогулку, и мы сейчас находимся на улице Северной, и пришли посмотреть. Вот когда-то здесь высаживали деревья, рябины, причем здесь были такие чередовались, рябина черно-плодная и красно-плодная через одну. Но вот тут вот видно, по плодам, вот я вижу здесь как раз черно-плодная рябина, а вот здесь вот, а здесь красно-плодная. И вот этих деревьев много, все они, как я вижу, прекрасно прижились, и все они здесь на месте. Ну, здесь у нас анапские плавни во всей своей красе. Видно, что рябины прижились хорошо, это уже вот-вот настоящее крепкое дерево. Это как раз черно-плодная рябина. Вот даже по сравнению. Потому что вот смотришь, когда здесь уже получается готовая, практически готовая прогулочная зона. Во-первых, здесь река. Река – это всегда место, на которое интересно посмотреть, возле него хорошо гулять. Если почистить вот эти все плавни, убрать эти тростники, укрепить берег и поставить скамейки, в принципе, тут уже можно, вот уже и готовый вам, готовое общественное пространство. Очень хорошо и качественно сделанная дорожка пешеходная. Нормальной ширины, с хорошей даже разуклонкой, между прочим. Стекает вода не на дорожку, не внутрь, а на краях. Вот машина проехала, кстати. Машина автошколы. Она едет с небольшой скоростью, и практически звука, как бы шума от нее нет. Машина, которая едет на большей скорости, от нее шума больше. То есть, если здесь даже немножечко как бы утешить трафик, то есть, чтобы машины здесь ехали аккуратно, с меньшей скоростью, и запретить обгоны, поставить камеры, то, я думаю, здесь даже то, что здесь магистраль такая, это бы не мешало. И плюс нужно высаживать обязательно живую изгородь. То есть, это туи, те же юки, тот же можжевельник, самшит. Высаживать просто, вот, отделяя пешеходную дорожку от проезжей части. И было бы очень хорошее место, конечно, тут бы не было такого наплыва, как на набережной. Но тут бы люди с удовольствием ходили. Все равно, люди бы прогуливались. Тем более, если на северной здесь сделать ограничение скорости и какими-то другими способами еще утишать движение, чтобы ни у кого не возникало соблазна так быстро ехать. Я думаю, тут бы и даже тем гостевым давмам и отелям, которые выходят на северную, им бы это был только плюс. Потому что все-таки машины под окнами отеля, вот так, несущиеся, они людей раздражают, отдыхающим они мешают. То есть люди высказывают какие-то претензии, и отдохнув здесь один раз, они потом говорят, ой, нет, было шумно, не поедем. Или дайте нам номер с окнами в другую. То есть хозяевам получается такой вот немножко момент неудобства. Это им шоссе под окном ломает бизнес. А тут вот утки живут, несмотря ни на шум, ни на машины, им тут хорошо. Уткам здесь спокойно. Поэтому вот на такой прудик, на речку. Это анапка, которая петляет просто и течет очень медленно. И вот здесь было бы, я думаю, нормально. Приходить, покормить уточек, посидеть на скамеечке. Вот была бы сейчас скамеечка, мы бы сели все. Ну, мы подходим сейчас к морю и остановились здесь, вот напротив входа в парк развлечений джунглей. Ну, вот так сейчас смотрится вход на территорию отеля Фатини. И мы сегодня увидим, как сделали новый мостик через анапку. Вот там он виден, мы посмотрим его поближе. В общем, вон птичка рыбу ловит. Слушай, я даже не знаю, я помню, у меня в книге такая была. Оп! Здорово, она рыбавчика. Слушай, она прямо против течения. Смотри, как плывет мощно. Раз туда. Занырнула. И против течения под водой. Ну, конечно, парковка вот эта вот здесь вот слева в кадре, это, конечно, ужас. Машины вообще, они портят вид. Да. Возникает впечатление, что ты не в пешеходной зоне, а где-то на расстоянии. Вот. Настроение портится. Где рыбка? Не рыбка. Погоди, сейчас я тебе покажу эту птицу. Вот, видишь, вот черная. Посмотри, сейчас она по течению сплавляется. Но она вроде в течении туда плыла, под водой. Видишь, как? Опа! Оп! Сейчас он там где-нибудь выплывет. Вообще она так мощно проклывает. И так долго. Даже теперь пойму, что я ее теперь не искать глазами. А, так вон она уже. Вон она. А, опять нырнула. Она вообще носится, как торпеда. Во, она там теперь, в заводе в этой. По течению прокатилась. Оп! Он, как будто, жемчужный, чудный. Ну, вот про эту птицу черную я говорю. У меня была книга про всяких водных водных. Про жуков, про рыб, про животных. И вот про птиц водоплавающих там было. Я помню, я про нее читала. А вот там вторая. И она на одном месте ее же не сносит. Это она же гребетка как-то. Удерживается на плавку. Тоже ловит каких-то жуков, видать. Чих там. Она ходит, по-моему, по дну. Да, вот у меня тоже возникло такое впечатление, что находит. Какая-то цапелька такая. Нет, плавает. Плавает. Оп! Это здорово. На выходных будет хорошая погода. Надо смаживать, скажем, эти птичка. Да. Посмотреть эти птичка. Вторая серенькая такая, выплыла тоже. Очень, конечно, легко превратить любое свободное место в парковку. И вот если водителям дать волю, они вообще тебе на голову поставят этот свой автомобиль. Вот этим фотоаппаратом, конечно, можно делать такие вот романтические, лирические зарисовки. Я сейчас использую Sony. Аппарат нашего Анапского районного казачьего общества. Ну, это у нас обновленный мостик через Анапку. Работы продолжаются здесь возле отеля Фатини. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Интересно, что здесь вот в месте впадения Анапки в море образуется такая маленькая бухточка. Летом здесь обычно такой перешек, по которым люди могут с одного пляжа на другой переходить. Ну, не знаю, как будет в этом году. Будем наблюдать. К сожалению, тут мы видим множество следов от машин. Вот здесь вот они выписывали круги. Все изъезжено. И таким образом, конечно, Анапским дюнам приходит конец. И видно еще вот даже по вот этим вот деревьям. Песок весь вывезли. Остались вот такие вот постаменты. Здесь вообще корни уже обнажены. Здесь тоже когда-то была дюна. А вот здесь вот вообще, тут кто-то, видно, решил спасти дерево. Обложили вот таким безобразным щитом, щитами. Вот, ну, навряд ли это спасет, это дерево. Потому что, ну, нарушено уже все. Здесь годами складывался этот ландшафт. Но теперь навряд ли он уже так сохранится. Вот эти следы очень хорошо здесь видны. Вот так, друзья, кто любит Анапу, кто ездит в Анапу отдыхать, вот так без вас здесь эти дюны уничтожаются. Вот по этой дороге, которую здесь проложили между дюнами и за дюнами, ездят машины. Уходим, уходим с Наташей с пляжа с тяжелым чувством, потому что дюны срезают и уничтожают. И неизвестно, вот что здесь будет и как дальше будет и курорт развиваться, и будет ли он развиваться при таком отношении. Не будет, при таком не будет. Ну, вот на этом мы заканчиваем наш репортаж. Кто поддерживает нашу обеспокоенность, то пишите в комментариях свои соображения, как можно это остановить и можно ли это остановить. В общем, не оставайтесь равнодушными. Всего вам доброго. До следующих встреч. А вот и первый цветочек форзиции. Ну, конечно, он не первый и не единственный. Тут их уже много. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...